Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел рассказать как удалить Jailbreak Uncover с iOS 13.5 На самом деле у меня уже было несколько видео о том как удалять Uncover Здесь смысл особо не изменится от предыдущих видео, но тем не менее есть небольшое отличие Если вам надоел Jailbreak, вы по какой-то причине решили его удалить Либо для того чтобы продать телефон и не оставить следов Jailbreak Либо просто хотите обновиться до последней версии iOS, это видео вам будет полезно Если же вы хотите временно удалить Jailbreak, то я рекомендую сперва установить твик под названием Batch Amatic Данный твик вы можете найти в стандартном репозитории BigBoss Просто напишите в поиске Batch Amatic, установите его Данный твик позволяет делать бэкап всех ваших твиков Чтобы в следующий раз, когда вы установите Jailbreak, вы могли за пару движений установить все те же самые твики, которые у вас были до удаления Jailbreak Итак, у меня твик Batch Amatic уже установлен Нужно теперь перейти на вкладку поиск в сиде Здесь нажать на иконку руля Здесь нажать Create Online либо Offline Debt Online будет быстрее устанавливаться А Offline полностью выгрузит все ваши твики в архив А Online лишь создаст ссылки на твики и репозитории И в дальнейшем, когда вы будете восстанавливаться, он будет заново скачивать из интернета все твики Во втором же варианте все твики будут храниться у вас на iPhone Либо туда, куда вы сделаете резервную копию Я покажу на примере создания Offline Нажимаем Create Offline.deb Дождемся, когда все твики выгрузятся В моем случае архив всех твиков занимает около 50-60 мегабайт Поэтому у вас должно быть свободное место на iPhone Если же вы удаляете навсегда Jailbreak, то этот шаг вы можете пропустить и сразу перейти к следующему этапу Когда я буду удалять Jailbreak Uncover После того, как закончена резервная копия всех ваших твиков, появится вот такое вот сообщение В котором вы можете либо нажать экспорт, либо отменить В этом сообщении написан путь, куда сохранена резервная копия Но я рекомендую сделать экспорт И здесь выбрать сохранить файлы Затем выбрать какой-то каталог, куда вы точно запомните, куда сохранили Я сохраню в папку загрузки и нажму сохранить Также можете дать название вашему архиву Ну и я оставлю название по умолчанию Сохраняем Все, теперь у нас сохранена резервная копия В следующий раз, когда вы установите заново Jailbreak, вы сможете легко установить все ваши твики Итак, теперь мы будем удалять Uncover Для этого, естественно, у нас должен быть работающий Uncover Если вы не можете запустить Uncover, значит вам нужно его переустановить Как это сделать, вы можете посмотреть в предыдущих видео Там я показывал, как это делается через приложение AltStore Либо пытаться найти какие-то методы, которые работают через онлайн-установку Но эти методы, как правильно, очень нестабильны, работают очень недолго Поэтому о них я подробно не рассказываю пока Возможно, я расскажу в следующем видео об одном способе, который позволяет устанавливать без компьютера Но пока это не точно Итак, у меня есть Uncover, который точно работает Спускаем его Здесь нам нужно нажать на шестеренку, перейти в настройки Здесь нужно убрать все пункты, которые у вас активны Обязательно отключить параметр Disable Auto Updates Иначе после удаления Uncover вы не сможете обновить свой iPhone до последней версии iOS Теперь активируем пункт Restore Route FS Также рекомендую активировать пункт Refresh Icon Cache Для того, чтобы после того, как мы сделаем удаление Jailbreak Все приложения, которые вы устанавливали из Cydia, также удалились Иначе, если вы не установите эту иконку У вас останется, например, приложение Files, новый терминал И иконка Cydia на домашнем экране Несмотря на то, что Jailbreak будет удален Итак, возвращаемся в настройки Здесь еще раз убедимся, что у нас активно две галочки Restore Route FS и Refresh Icon Cache Теперь нажимаем Done Здесь внизу появляется теперь кнопка Restore Route FS Нажимаем на нее И начинается прогресс, такой же похожий на Jailbreak Но только с тем, что мы сейчас откатываем нашу систему на состояние, которое было до Jailbreak Появляется реклама Появляется реклама Здесь нужно в левом верхнем углу нажать на крестик, чтобы ее закрыть Появляется сообщение, что Jailbreak успешно выполнен Несмотря на то, что мы удаляли его Не обращаем на это внимания Нажимаем ОК и устройство перезагрузится ОК Устройство перезагружено Смотрим, что у нас получилось Итак, видим, что иконка CD у нас исчезла Значит, Jailbreak удален Также проверим другие приложения, которые были установлены вместе с Jailbreak В моем случае здесь было Files и еще несколько других приложений У нас осталась иконка Uncover и Alt Store В общем, если вы в дальнейшем не планируете пользоваться Jailbreak То можете спокойно удалять приложение Uncover Зажав, как обычное приложение и удалив его Также можете спокойно удалить Alt Store Если же приложение, ради которого вы, например, удаляли Jailbreak Например, Сбербанк По-прежнему видит следы от Jailbreak То просто переустановите это приложение Зажав его и нажав удалить приложение Потом заново установить из App Store Также, если вы не хотите делать все эти шаги Либо вы не можете по какой-то причине установить Uncover То есть еще один вариант Это нужно зайти в настройки Основные Сброс И здесь выбрать стереть контент и настройки Но в таком случае весь ваш контент сотрется И в последующем, если вы захотите восстановиться из резервной копии Из резервной копии может восстановиться и следы Jailbreak Но при этом сам Jailbreak не восстановится Такой способ я не рекомендую Рекомендую лишь в том случае, если вы окончательно хотите расстаться с устройством И в будущем не планируете восстанавливаться из резервной копии Ну а теперь еще покажу, как теперь восстановить все твики Которые ранее мы делали через твик Batch Amatic Для этого я снова запущу Uncover Итак, я заново переустановил Jailbreak Теперь у меня снова появилась Cydia И для того, чтобы восстановить твики, которые мы делали в резервную копию Нужно снова запустить Cydia Установить тот же твик Batch Amatic И установить Files Files это файловый менеджер, если кто не в курсе О нем, кстати, я недавно рассказывал в предыдущем топе твиков Так что можете посмотреть по ссылке в описании Я рекомендую устанавливать файл из официального репозитория BigBoss Итак, все, мы установили все, что нам нужно для того, чтобы восстановить наши твики Теперь откроем приложение Файлы Найдем тот каталог, куда мы сохраняли все наши твики В моем случае это папка загрузки Вот он этот файл Batch Install Он у меня назывался Открою его Нажму поделиться И здесь выберу Save To Files Нажмем Сохранить Теперь откроем приложение Файлза Вот наши все твики, которые сжаты теперь в один архив Запустим этот архив Нажмем Установить Теперь здесь внизу мы увидим инструкцию, что нам нужно дальше делать Установить Batch Amatic мы установили Теперь нам нужно перейти в сиде На вкладку поиск Здесь нажать на иконку руля И нажать install.dep Здесь по умолчанию стоят все нужные галочки Поэтому ничего трогать не нужно И нажмем на кнопку Pro Seed Самая нижняя Начнется установка всех наших твиков, которые у нас были заархивированы Далее нам будет предложено выполнить run UI Cache и сделать Respring Но сделаем по умолчанию просто Respring Теперь видим, что у меня восстановились все мои программы У меня был установлен New Term Cracker XI Ну и все, по-моему Из твиков можно посмотреть, что было здесь установлено Лучше даже посмотреть в настройках В настройках у меня был твик Shuffle, который сортировал все твики приложения и системные приложения по отдельным разделам Также был твик Widgets Settings Также он восстановился Теперь зайдем в сиди Мы можем увидеть вот такую ошибку, что у нас есть недоустановленные пакеты Нажмем отложить Возможно в сиди будут появляться какие-то ошибки из-за того, что мы восстановили твики вот таким путем И поэтому я рекомендую переустановить еще сиди Для этого запустить Uncover Здесь зайти в настройки И установить галочку возле пункта Reinstall CD Поставим ее Done И нажмем Reagile Break После перезагрузки зайдем в сиди Нажмем основное обновление Принять Теперь у нас она переустановлена Видим, что установлены все те же твики, которые и были ранее Попробуем установить какой-нибудь новый твик Например, цилиндр Установка идет успешно без всяких ошибок Нажимаем перезапуск Springboard И видим, что твик установился также успешно На этом все Я показал, как удалить Uncover для iOS 13.5 На самом деле этот метод подойдет и для будущих версий Uncover Я думаю, это видео вам было полезно Оценивайте его Ставьте лайк Делитесь с друзьями Подписывайтесь на канал До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok